Крик души. Врачи-анестезиологи в Одесской больнице Водников рассказали о реальной ситуации в медучреждении. Они заявляют, что озвученная чиновниками полная готовность лечить опасную болезнь не соответствует действительности. Недавно Национальная служба здоровья заявила, что в больнице есть 300 инфекционных коек с возможностью развернуть еще 20. Также есть 6 мест в отделении интенсивной терапии. А лечить одесситов готовы 19 анестезиологов и 13 врачей. Но медработники говорят, все эти заявления ложные. Реально у нас сейчас работают в больнице 6 врачей. Что касается сестер, на сегодняшний день реально у нас осталось 4 медсестры, которые не подходят ни под какой ранг, чтобы написать заявление. Основная масса медсестер, к сожалению, на сегодняшний день у нас были возрастные. И они все написали заявление за свой счет, потому что всем больше 60 лет. Как оказывать помощь инфекционным больным, это просто остается вопросом в никуда. Эти вопросы в течение всей недели мы пытались задавать нашему главному врачу. Он вообще с нами не шел ни на какие контакты. А если что-то пытались сделать более, ну скажем так, в какой-то форме более жесткой, нас просто отправляли, извините, не будем сейчас говорить об этом. Врачи утверждают, до сих пор нет протокола, как лечить инфекционных больных аппаратов ИВЛ. Тоже катастрофически не хватает. Чиновники заявляли, что в больнице есть 10 аппаратов, но врачи насчитали всего 6. Причем 3 из них износились, а 2 были подарены благотворительной организации. Государственного финансирования медики тоже не видели. Помимо аппаратов нужны еще расходники. Такие расходники, как интубационные маски, фильтры, конечно. Те же взять катетеры, те же системы, те же шприцы. Этого всего нет, нет в достаточном количестве. И лекарств, которыми мы должны лечить. Я уже не говорю о тех протоколах. Там, допустим, какую-то, скажем так, симптоматическую помощь оказывать. Тоже нужны препараты. Их тоже нет. Руководство больницы заявления своих сотрудников опровергает. Но не отрицает, что в медучреждении действительно нет протокола лечения всех необходимых медикаментов. Главра считает, что анестезиологи преувеличивают масштабы проблемы из-за своей некомпетентности. Это неправда. Там правда частично. Я заранее прошу за некомпетентность сотрудников, которые, скорее всего, ответили просто всего лишь за одно отделение, а не более кого. Медикаментов действительно пока нет. Но администрация проводит сейчас закупки. И нас уверили, что вроде бы медикаменты будут. Да, ИВЛов на сегодняшний день у нас 12. Как раз утром, когда мы получили два новых ИВЛа, их монтировали всем миром, сотрудники записывали интервью. Тем временем врачи заявляют о неготовности лечить заболевших коронавирусом без средств защиты, которых в медучреждении тоже нет. Потому медработники массово увольняются или уходят в неоплачиваемый отпуск. Кроме того, больница по своему формату не может принимать инфекционных больных. Нет разделения на санитарные зоны, тем более боксированных отделений. Врачи говорят, боятся ценой своего здоровья заплатить за халатность чиновников, пока те не могут разработать единый механизм для всех больниц города. На сегодняшний день остается одна санитарка, которая исполняет обязанности и сестры-хозяйки. Все остальные написали заявление об увольнении. То есть у нас просто, извините, нет рук, чтобы кому-то помочь. Вспомните, что мы все-таки врачи, и мы честно хотим сейчас выполнить свой долг, а не сделать все, чтобы кого-то, извините, кинуть под танк незащищенных, а остальные будут отсиживаться по углам, не получится, ребята. Потому что вторая волна пойдет и к вам. И вы думаете, если вы сейчас нас скинули и слили в горздрав для того, чтобы мы типа тут на передовой, ну как это будет?